Истоки степной цивилизации В то время здесь, в степях Казахстана, была одомашнена лошадь. Это не просто смена одной лошади состояния дикого в домашнее. Речь идет о создании новой системы жизни. Если до этого человечество было пешеходным, то теперь человек пересел на лошадь. Он стал наездником. И это резко отделило его от всей предыдущих миллионных эпох развития. Начинается новая эра, эра конников. И именно этот момент способствовал, спровоцировал, затем способствовал и развил процесс взаимодействия этносов. Уже в батальских погребениях мы определяем несколько антропологических расовых типов. Это, прежде всего, европеоиды средиземноморской, расовые группы, монголоиды. Даже есть экваториальные расы. И наши материалы, и материалы антропологов России и других стран и Казахстана говорят о том, что четвертое тысячелетие, начало доместикации лошади, отличалось сильнейшими процессами митисации, то есть взаимодействия. Именно в то время были заложены все основные принципы жизни в степи. И начинается процесс культурогенеза, то есть глобальной адаптации племенных народов, обитавших в степях, соответственно, окружающей среде. Были изобретены способы жизни, способы существования, определены формы хозяйства, домашние промыслы. Наравне с традиционными многотрестливыми формами хозяйства, такими как скотоводство, собирательство, охота, рыболовство, существовали домашние промыслы. Были выработаны обработка дерева, обработками кожи, обработка камня, обработка кости. И из этих материалов делались все известные и сегодня предметы, орудия труда и оружие. Меняется исходное сырье, но сохраняются формы, сохраняются назначения, сохраняются функции. Поэтому степь, как генератор от истории, она стимулировала народы к взаимодействию и выработке общих систем, норм общежития в этой удивительной экосистеме.